И в продолжении темы в Алматы завершился чемпионат Азии по будокай карате. В соревнованиях приняли участие 23 спортсмена из Мангистау. В составе сборной Казахстана они завоевали по 7 золотых и бронзовых и 4 серебряных медалей. Чемпионат проходил среди юниоров, молодежи и взрослых в дисциплинах кумите и кота. В чемпионате Азии соревновались около 400 спортсменов из 12 стран. Азамат Жулдусбай был и спортсменом, и тренером в континентальных соревнованиях среди взрослых. На татаме он провел три боя в весовой категории 68 килограммов. Первым соперником был кыргызстанец, а в двух других поединках он боролся за призовые места с отечественниками. Азамат, выигравший во всех состязаниях, стал чемпионом Азии. Подготовили меня тренеры Мухтар Джулдасов и Берегет Нурбаев. И сейчас я передаю полученные знания своим ученикам. Соревнования длились два дня. В первый же день я выиграл золотую медаль. За свои соревнования я не слишком беспокоился. Больше переживал за трех учеников, которые должны были выйти на татами на следующий день. Однако, ребята отлично проявили себя на этих соревнованиях. Около двух месяцев мы упорно готовились. Во второй день соревнований на ковер вышли трое воспитанников Азамата. В первой весовой категории 30 килограммов боролась Бибет Тулиген. Это был первый выход девушки на мировую арену. Юная спортсменка провела три боя и с легкостью одержала победу. Соревнования прошли для меня легко. Первый бой прошел со спортсменкой из Убекистана, а потом состязалась с казахстанскими каратистками. В финале я победила благодаря ИПОН, то есть присуждению мне самой высокой оценки. Перед третьим состязанием я волновалась. Вдруг получу второе место и не смогу стать чемпионкой. Но все сложилось удачно. Амир Баужан начал заниматься каратэ четыре года назад. Он уже побеждал в чемпионате Казахстана на различных турнирах. И это самое крупное соревнование, в котором участвовал Амир. Спортсмен выступал в весе 35 килограммов. В возрастной категории 8-9 лет. Он уверенно победил двух соперников. Но, увы, проиграл в финале. В первом бою встретился с нашим соотечественником, потом со спортсменом из Кыргызстана. Несмотря на то, что не выиграл, постараюсь еще лучше подготовиться к следующим соревнованиям и завоевать золото. После небольшого перерыва тренер вместе с воспитанниками вернулись к тренировкам. Теперь им предстоит проявить все свое мастерство на соревнованиях по кёкушинка и каратэ в сентябре. И чемпионате мира, где они будут защищать честь страны. Айжан Сабитхазам, Агиль Трахмет, Новости.